Развитие радио. Физик Ганс Эрстед в 1820 году экспериментальным путем установил, что электричество способно влиять на магнитные предметы. Рядом с вольтовым столбом он размещал компас, после чего замыкал электрическую цепь. Во время нагревания проволоки стрелка компаса отклонялась. Таким образом, ученый доказал существование электромагнитных волн, с помощью которых можно передавать сигнал на расстояние. Открытие Эрстеда получило повышенное внимание в научных кругах. В 1895 году Александр Попов изобрел первый радиоприемник. Однако первым запатентовал данное изобретение Гульермо Маркони спустя год. Итальянец создал приемник, работающий по такому же принципу, и зарегистрировал его на свое имя. Стоит отметить, что Маркони изобрел устройство, ничего не зная о работах Попова. Оба ученых создали свои версии радио независимо друг от друга. Уже в 1906 году произошла успешная передача посланий между двумя радиостанциями на азбуке Морзе, что позволило людям общаться на расстоянии без писем. За три года физики и изобретатели того времени серьезно усовершенствовали механизм радиоприемников, повысив их мощность. В 1920 году был изобретен амплитудный способ передачи сигнала, позволяющих вещать на больших расстояниях. В 1941-м люди открыли метод частотной модуляции. Почему радиостанция в разных городах вещает на разной частоте? На территории России большинство станций для передачи сигнала используют частотную модуляцию. Для каждого сигнала требуется индивидуальная частота. Все радиочастоты принадлежат государству и используются для соответствующих нужд. Поскольку сейчас технология радиовещания общедоступна, любой желающий может организовать станцию и проводить эфиры на определенном расстоянии. Чтобы получить собственную волну для вещания, станции регистрируются на своем регионе.